Десногорск Очередное заседание административной комиссии Артисты и волонтеры поздравили медиков с предстоящим праздником Благополучие в семье, взаимопонимание с коллегами, поменьше болезней, поменьше пациентов Завершился шестой региональный чемпионат молодые профессионалы В Десногорске он традиционно проходил на базе энергетического колледжа В этом году участие в мероприятии приняли конкурсанты Смоленска, Сафонова, Верхнеднепровского и Десногорска Всего около 60 человек Свои знания они показывали в составе двух возрастных групп – юниоры и основной состав А за их работой следили 29 экспертов из ведущих предприятий области У участников стоят эксперты за спинами Это редко на какой компетенции Вот такой вот очень близкий контакт экспертов и участников Такие условия были на обеих компетенциях Лабораторный химический анализ и электромонтаж Эксперты отмечают, что задание становится сложнее год от года Меняется как техника, так и технология в целом Но при этом такое погружение в предмет позволяет молодому человеку Сформировать прочный фундамент знаний для будущих достижений в этой области Или как минимум получить навыки, которые можно будет использовать в быту Я с детства занимался электричеством У меня еще дед был электрик Мне очень нравилось заниматься электричеством Я решил прийти сюда, попробовать эту профессию Может быть в будущем я захочу работать электриком Этот опыт, он очень пригодится в жизни в дальнейшем Например, дома можно будет провести всю проводку без проблем В любом случае, подобный опыт станет конкурентным преимуществом молодых людей на рынке труда Как в Смоленской области, так и в частности в Десногорске Работа была проведена масштабно И очень хочется искренне поблагодарить наших работодателей Это Смоленская атомная станция, ЭЦМ Смоленск, САЭС-сервис, предприятие ЭЛС Мы бы без них не справились Чемпионат завершился 5 марта Участники и победители, помимо новых навыков Получили ценные призы, дипломы и медали Очередное заседание административной комиссии прошло 4 марта в здании администрации На рассмотрении было 6 протоколов 5 из которых по статье 27 Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время Прибывшая по вызову соседей полиция установила виновных Но на заседание комиссии они решили не приходить Тем не менее было вынесено 3 штрафа и одно предупреждение по этим делам У нас есть статья 27 Нарушение тишины и спокойствия граждан на территории Смоленской области А именно в нашем городе Влечет предупреждение или наложение административного штрафа На граждан, то есть на жителей города В размере от 1 до 3 тысяч рублей Также было рассмотрено одно дело по нарушению правил парковки автомобиля По причине истечения срока давности Производство по нему было прекращено Заседание административной комиссии прошло в преддверии Международного женского дня Председатель комиссии Владимир Исаев поздравил женщин коллектива с наступающим праздником И пожелал плодотворной работы Центр культуры и молодежной политики совместно с муниципальным волонтерским штабом Поздравили врачей с наступающим праздником 4 марта в актовом зале медсанчасти номер 135 прошел праздничный концерт Приуроченный к Международному женскому дню Я уполномочен от мужской половины Центра культуры и молодежной политики Поздравить вас, пожелать вам всего-всего, здоровья, поменьше пациентов Музыкальные поздравления были исполнены артистами Центра культуры и Центра помощи семье и детям Солнышко В программе дня песни согласно празднику Душевные, теплые, о любви и верности Таким образом, врачам пусть и ненадолго, но удалось отвлечься от своих непростых, но жизненно важных для всех горожан забот Кроме того, поводом для праздника стала и годовщина всероссийской волонтерской акции «Мы вместе» Эта акция взаимопомощи появилась с начала пандемии в марте 2020 года Волонтеры акции успели помочь огромному числу людей по всей стране, которые находились на самоизоляции В Десногорске помощь получили более 300 горожан Благополучие в семье, взаимопонимание с коллегами, поменьше болезней, поменьше пациентов и всего-всего вам самого наилучшего Такое событие волонтерский штаб отметил раздачей символичного подарка Каждому врачу вручили апельсин, как символ здоровья и энергии А целая корзина этих фруктов была отправлена и пациентам, которые находятся в ковидном госпитале медсанчасти города Мужская часть коллектива телеканала Десна ТВ поздравляет всех женщин с международным женским днем И желает весеннего настроения, радости и только позитивных событий На сегодня выпуск завершен, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова